Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Снести нельзя оставить. Где поставить запятую в деле о захвате муниципальной земли, решил суд. Новый импульс для развития спорта на селе. В Варваровке появилась новая спортивная площадка. Паломничество в Минске – Святый Елесоветинский монастырь. Не выезжая из Анапы, монахини из Братской Республики представили работы своих мастерских на курорте. Исполняющий обязанности глава НАПА принял участие в работе первого заседания Общественного совета в обновленном составе. Отныне в него включены председатели Советов общественности сельских округов и городских советов микрорайонов. По мнению Юрия Федоровича, только так можно получить полную и достоверную картину общественного настроения, палитру мнений и чаяния напчан. Участники заседания рассмотрели ряд вопросов. Один из них – работа почты. Юрий Поляков намерен выйти на краевой уровень для того, чтобы озвучить существующие в Анапе проблемы и найти им решение. В городе и сельских округах к работе почты продолжают накапливаться множество претензий. Не исчезают гигантские очереди, по-прежнему не хватает персонала. Устаревшая техника добавляет проблем. При этом руководство анапского почтамта уверено – снизить социальную напряженность помогут дополнительные отделения. Но кто в них будет работать? И как почта будет содержать новые помещения, если в старых нет порядка? На встрече с исполняющим обязанности главы Анапы Юрием Поляковым Татьяна Гедуш называла цифру – 54 вакансии, что сделано за месяц хотя бы в этом направлении. На данный момент 37 вакансий у нас существует. Из этих 37 вакансий уже 9 согласованы и в процессе приема на работу. Также у нас помогают коллеги и других почтам поднаправляются командированные сотрудники, пока мы не наберем полный шаг. Юрия Полякова вновь не устраивает такая постановка вопроса. Проблемы почты гораздо глубже и, по всей видимости, серьезность ситуации начальник Анапского почтамта недооценивает. В ближайшее время Юрий Федорович намерен встретиться с директором управления Федеральной почтовой связи Краснодарского края Еленой Бабак, чтобы лично обсудить самые злободневные вопросы. Это один из таких социальных объектов, понимаете, когда мнение потом о власти, о муниципалитете, о крае, обо всем. То есть это очень, очень ответственный участок. Вы говорите, вот 9 человек пришло устраиваться на работу. Ну и слава богу, что это так. Но тот, кто работает в курортной зоне, понимает. Они-то пришли, что? Потому что лето закончилось, да? Завтра опять будет у нас весна-лето, опять работать некому. Поэтому нужно об этом говорить. Общественников Юрий Поляков призвал сделать фотографии самых вопиющих нарушений в работе почты и передать их в совет. В целом, исполняющий обязанности главы Анапы отметил, общественный совет – не номинальный институт. Власти он нужен, активный и инициативный. Муниципальному образованию и администрации сложно будет работать, если мы не будем знать мнение общественности. Особенно это касается и сельских территорий. Не всегда туда добираемся, не всегда знаем. Я очень благодарен вам. Спасибо вам большое. Школа номер 6 города-курортов стала вторым пилотным учебным заведением в муниципалитете, где стартовали программы российского движения школьников. Об этом объявили на слете внутришкольных общественных организаций, который состоялся сегодня в Центре культуры Родина. В этом году будет сделан акцент на футбольную тематику, так как в будущем году в России и Краснодарском крае в частности состоится чемпионат мира по футболу. С новыми силами к новым делам. Девиз ежегодного форума внутришкольных общественных организаций. У них самые разные названия. Например, след – эмблема, символизирующая «7 шагов к успеху». Это представители школы номер 12, станица Анапская. Юноши и девушки занимаются спортом, помогают ухаживать за мемориалами, проводят субботники. Сегодня во внутришкольном движении участвует более четверти учащихся города-курорта. По словам председателя движения «Республика детства» Виталия Фомина, доля увлеченных растет. Кроме того, в этом году школа номер 6 вошла в пилотный проект российского движения школьников. Организацию создали два года назад указом президента страны. Ее задача – с одной стороны создать единое пространство для внешкольной работы, а с другой – предоставить новые возможности для самореализации детей и подростков. Анапа заработала право еще одну пилотную площадку открыть на базе 6-й школы благодаря активной деятельности детской официальной организации «Горящие сердца». И мы очень гордны этим. Мы очень надеемся, что в следующем году еще определенное количество школ присоединится к общероссийскому движению. И буквально я уверен, что скоро абсолютно все школьники Анапы войдут в российское движение школьников всех своих огромных больших составов. И это здорово. По мнению Виталия Фомина, всероссийское движение интересно еще и тем, что школьники могут самостоятельно участвовать в различных конкурсах. Это расширяет возможности для самореализации. В школе номер 3 федеральная программа действует уже год. Именно тогда десятиклассник Павел Ильин решил, что будет участвовать в общественной жизни. Его избрали президентом школы. Он стал председателем ячейки российского движения школьников. С апреля выпускает внутришкольную газету. Уже выиграл конкурс среди юных журналистов. В издании есть самые разные рубрики, в том числе посвященные тому, что сегодня интересует его сверстников. Например, киберспорту с соревнованием на базе различных компьютерных игр. Я мовлю драйв, потому что я эти делаю, и мне это приносит какую-то пользу. Мне это приносит пользу, и я и стимул одновременно идти дальше, сделаю что-то новое. Сегодняшнее мероприятие – официальный старт новому циклу внутришкольной общественной деятельности. В этом году особое внимание футболу. В 2018 году Россия принимает чемпионат мира. В том числе в Сочи будут проходить матчи, а в Анапе строятся два тренировочных стадиона. Возможно, кто-то из сидящих в зале станет волонтером или как-то еще поможет в организации и работе важного для страны мероприятия. Судебные приставы приступили к исполнению решения суда об освобождении муниципальной территории от самовольного захвата. В районе села Витязева предприниматель, прилегающий к своей строительной базе участок, решил использовать как склад для мусора и стройматериалов. К базе строительных материалов прибывает тяжелая техника. Судебные приставы последний раз просят предпринимателя привезти муниципальную землю в надлежащий вид самостоятельно. Соответствующее решение суда есть, однако нарушитель, как и прежде, стоит на своем. Данный иск, поданный администрацией муниципального образования города Анапа, должником в добровольном порядке не исполняется. Должнику неоднократно вручались требования о том, чтобы решение суда было исполнено, которое вступило в законную силу. Соответственно, нет никаких оснований его не исполнять. 24 числа ранее уже судебными приставами производились исполнительные действия, но должник не только не исполнял данное решение, но и всячески препятствовал. То есть на стоянке территории, прилегающей к месту совершения исполнительных действий, было направлено порядка 37 автомобилей иных лиц, которые не только своим транспортом, но и самостоятельно препятствовали проведению. Предприниматель же, в свою очередь, утверждает, что действия приставов неправомерны, ссылаясь на то, что в судебном решении нет точных координат участка, который он должен освободить. Что они должны убирать? Может быть, они вот здесь должны убирать. Может быть, вон там. Какое решение суда? Да, есть решение суда. Но в решении суда не сказано приводить соответствие и чего приводить соответствие. Твердо отстаивая свою позицию, Христофор Катаров категорически отказался убирать автомобиль от места проведения работ. Группа поддержки предпринимателей стала живым щитом, не давая возможности эвакуировать мешавшие проезду тяжелой техники автомобили. Однако при помощи сотрудников полиции машина была эвакуирована. Второй автомобиль собственник убрал уже самостоятельно. Только после этого техника смогла приступить к работе для выполнения решения суда. В Субсекском сельском округе будут проводить турниры по мини-футболу. Об этом в беседе с нашим корреспондентом рассказал глава местной администрации Сергей Миляев после открытия спортивной площадки в селе Варваровка. Депутат Горсовета, руководитель местного территориального общественного самоуправления и представитель газового концерна. Их можно назвать родителями проекта. Сначала председатель ТОС Наталья Маслова выиграла конкурс и получила из бюджета 300 тысяч рублей. Это позволило начать строительство. Вместе с тем сооружение оказалось не самым простым в исполнении. Нужно было основательно укреплять склон бетоном. Все это обсуждали на заседании общественного совета. Постепенно подключались в небюджетные источники. Площадку начали строить около года назад. Ее общая стоимость более 2,5 миллионов рублей. Артур занимался дзюдо, любит играть в футбол. По его словам, в Варваровке вполне можно собрать пару команд из его сверстников. До официального открытия они уже опробовали покрытие и саму площадку. Для меня счастье, что сделали такую площадку, потому что раньше надо было куда-то в Анапу или в Суко ездить, чтобы поиграть. А тут теперь я могу просто 100 метров от дома пройти, взять мяч и поиграть. Сегодня в городской администрации решают задачу по строительству спортивных объектов шаговой доступности. Начальник муниципального управления спорта Сергей Ткаченко поблагодарил газовиков и депутата за участие в проекте, который в местной администрации назвали не иначе, как долгожданным. Наличие этого спортивного объекта позволит нам проводить муниципальный этап по мини-футболу, этап субсетского сельского округа. И с появлением этого объекта, я так думаю, что мы введем традицию в нашем округе проводить соревнования по мини-футболу на кубок главы сельского округа. Мы введем эту традицию, придумаем этот кубок. И наши дворовые команды сел Варваровки, Суко, Супсеха будут на этом прекрасном поле состязаться. Как пояснили общественники, на сегодня решена главная задача. В Варваровке появилось место, где жители села любого возраста могут заняться активным отдыхом. В ближайших планах посадить вокруг деревья. На главной площади Анапы раскинула свой шатер православная выставка-ярмарка Минского свято-елесоветинского монастыря и сестричества. Духовное мероприятие «Кладезь» именно под таким названием представлена экспозиция. Проходит по благословению епископа Новороссийского и Геленджикского феогноста. Выставка-ярмарка «Кладезь» проходит в рамках духовной программы «Единая вера. Единая Русь святая». Главная ее особенность – это изделия ручной работы. Они созданы в мастерских Минского свято-елесоветинского монастыря. И каждое – настоящее произведение искусства, в которое вложены доброта, любовь и молитвы. Каждой мастерской у нас молится. У нас с утра молитва. Люди с молитвой, с любовью приступают к своему рукоделию. И вот эти изделия, которые у нас получаются, у нас появилась такая мысль – вывозить людям на потребу. Чтобы люди, приобретая их, участвовали в создании монастыря, строительстве монастыря. И также, чтобы приобретая эти изделия, они делились радостью, любовью друг с другом. Потому что мы в свои изделия пытаемся вкладывать доброту, которая внутри есть. Особая гордость – это керамические изделия. Говорят, если испить святой воды из такой чаши, то сразу приходят заряд энергии, позитив и бодрость. Еще одни произведения искусства – ювелирные изделия православной тематики и не только. Нательные крестики, кулоны и цепочки можно приобрести как в золоте, так и в серебре. Иконы в вышивке и ручной росписи, а также предметы церковного обихода – лампады, алавастры, дароносницы. В широком ассортименте христианская литература как для взрослых, так и для детей. Я впервые на такой выставке. Необычная, нравится, много интересного книг. И вообще все интересно, и все нравится, все нравится, все, что привезли. И обслуживание нравится, спокойное, как и подобает людям православным. Кроме изделий духовного назначения, здесь можно найти и полезные в быту вещицы и одежду из натуральных тканей. Приобретая сувениры для себя или на подарки близким, люди тем самым помогают многодетным семьям, престарелым гражданам, одиноким и больным. Всем тем, о ком и заботятся сестры Елисаветинского монастыря. Также часть вырученных средств пойдет на строительство православного храма. Работа выставки продолжится до 8 октября. Посетить ее можно по адресу. Улица Астраханская, 1, Театральная площадь. Духовно-просветительский тур Минского Святого Елисаветинского монастыря состоит из двух частей. Непосредственно сама выставка-ярмарка и культурная программа, о которой подробнее нам рассказала насильница монастыря Матушка Василиса. У вас будет небольшой театр-батлейка, кукольный театр. Он начинается с начала спектакля каждый час. Для деток будет представлен спектакль, поделенный лопушком. Он учит таким добру, учит взаимовыручки, взаимопомощи. И также мастер-класс небольшой, это поделки своими руками, которые детки могут выполнить, чтобы подарить близким тоже мамам, папам, родным, каким-то близким людям. Мы стараемся проводить нашу выставку-ярмарку, знакомить гостей города, жителей города с нашим творчеством, с изделием наших мастерских. Потому что люди, когда у нас трудятся, они пытаются вложить все доброе, что у них есть внутри, чтобы это добро передать потом людям, которые будут приобретать эти изделия, которые будут делиться потом им с близкими людьми. И как-то через это будут налаживаться наши отношения внутренние, потому что сейчас очень много зла в мире, очень много раздражительности. И мы хотели бы своими такими вот изделиями монастырских, своих мастерских, хотели бы людей привлечь к чему-то доброму, хорошему такому. В составе наших мастерских есть иконописная мастерская. Можно заказать любую икону. Мы также принимаем заказы для храмов, для монастырей. А далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды и фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» молочная «Тавр» вареная. 218 рублей. Салями финская с можжевельником – 299 рублей. Сосиски «Тавровские» – 188 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая – 93А. Крымская – 98. Амелькова – 28. И Астраханская – 75А. По прогнозам синоптиков, 29 сентября в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Ночью прохладнее – 14 выше нуля. Ветер северо-восточный от 10 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление – 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – плюс 22 градуса. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Социальные дни в медицинском центре Анапа-Океан. Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 4-24-19. Продолжение следует...